Он мог один в России посмутительными стихами Вся молодежь на Иисусе читает. Вольность Лишь там над царской головой Народов не легло страдание, Где крепко с вольностью святой Законов мощных сочетание Владыньки Вам венец и трон Дает закон, а не природа Стоите выше вы народа Но вечный выше вас закон Самовластительный злодей Тебя я, трон твой, ненавижу Мою погибель, смерть детей С жестокой радостью вижу Читают на твоем теле Печать проклятия народы И ужас мира Стыд природы Упрек ты Богу на земле И днесь Учитесь вы, цари Ни наказания, ни награды Ни кровь темниц, ни алгоритм Ни вертые для вас А грады Слонитесь первой главой Под сеть надежную закона И станут речные стражи трона Народов Вольность и огонь Пушкина действительно Иглани ссылают в Сибирь Но благодаря усилиям Чаадаева, Громзина и Грюнова Александр Сергеевич Направляйся в Кишинев Проклятый город Кишинев Тебя пролети в выпуске Там начинает писать роман в стихах Евгений Амели Первые его произведения Еще молодые и зрелые Встречались с восторгами Перелегались электрической быстротой Иисус в уста Переписывались и заочивались По всей России Потом, когда Гений Пушкин Разбужал Тогда его сочинение Емель Уже бледными подражаниями Незрелыми плодами молодости А становились самобытными Оригинальными Тогда публика принимала их Почти равнодушные безучастия Это отрождение публики Сильно тревожило Пушкина В последние годы его жизни Пушкин Не есть Всемирный поэт И имеет значение Только для своего отечества Ясно, что Пушкин Не принадлежит Великому семейству Георгиев и Мировых В академии наук Заседали Весен Дун-дук Говорят Не подавайте В Дун-дуку Такая честь Почему же заседали Потому что Жопа есть В Дун-дуку Там и в Гравду Ходит в ход Когда право так поет Так как на небо так загнет А никто Но полученный Сумен сын Цель В плотную слез В Даруси И на выручку Забит в магазин А дыма имеет Свою вещь Тоска И оттуда влияет оттуда на призвязках мозга. Поэт, поливи вдохновенный, Рукой растерянный прицал, Он белый, охладный, надменный, Кругом народник священный, Ему без мыслей поднимал, И долговала черта тупая, Зачем так скучно он поет, Напрасно ухо поражая, Какой он сели нас ведет, О чем речит, чему нас учит, Зачем сердца волнуют, мучит, Как своих радостных людей. Как ветер, без него свободна, Зато как ветер и бесплодна, Какая польза нам одни. Волчи, бессмысленный народ, Пойденщик, раб, нужды, забот, Не сносит мне твой ропот дерзкий, И червь земли, и сын небесный. Тебе бы пользу все, на вес, Кумир ты ценишь бельведерский, И пользу, пользу, кем не слишь, Во мрамор земли, о, Ну что же, мечной горшок тебе дороже, И пища в нем себе варишь. Пушкин, мы все еще повторяем, Что прекрасное есть подражание Изящной природе, И что главное настоящее искусство Есть польза. Почему же сады раскрашенные Нравятся нам менее рамотных Или медных, И почему поэт предпочитает Выражать мысли свои стихами, И какая польза в тезановой Венере И в упалоне медведерсах? Не продается он, как на гриме, Но можно рукопись продать. Что ж медлить? Уж там незаконят нетерпеливые чтецы, В круг главки журналисты продают, Заняты прощие певцы, Кто прощит пищи для сатиры, Кто для души, кто для пират, Не признаюсь, От вашей миры Предвижу многое добра, Вы совершенно правы. Вот вам моя надпись. Условимся. Бомбукшина. Литература. Смертия забава.